Можем уже начать. Если вам нужна еще минута-полторы в глотку свежего воздуха, найти более удобное положение для тела, сделайте это, пожалуйста. Подумаемся, остались там, а эти, к сожалению, мокрые. Ну что же, давайте начнем. Меня зовут Александра Глебовская, я руковожу проектом «Тело в дело», и в этом смысле, я думаю, неудивительно, что я буду говорить про телесность и про телесную осознанность. Мои коллеги предложили, на мой взгляд, очень классное название для моего выступления «Телесная осознанность», а дальше забыла, но что-то про вариантов. И то, о чем я хочу сегодня немножко рассказать еще больше, чтобы мы с вами попробовали, это простая мысль. Каждый раз, когда мы обнаруживаем в этом мире что-то сложное, неважно, что это сложное, это какая-то сложная интеллектуальная конструкция, это сложные внешние условия, это может быть сложный разговор или сложная мысль. Мы оцениваем то или иное, как сложное или простое, мы выбираем свою реакцию, как реакцию на сложное или на простое, не только на основании того, что мы очень умные, но и, в значительной мере, на основании того, как на это реагируют наши телы. И в этом смысле развитие телесной осознанности, собственно, то, чем я занимаюсь, это такой, такие горячие клавиши, такой QR-код для доступа к самым разным ситуациям, к сложным ситуациям, к самым разным действиям, в том числе сложным действиям. У меня есть небольшая презентация, сейчас я буду немножко перемещаться по этому пространству, в поисках удобного для себя места, я просто только что работала за стенкой на улице, там было много места, много свежего воздуха, на мне не было гармитуры, я чувствовала себя гораздо более свободной, сейчас я и тут тоже освоюсь, поэтому и уходилась. Ключевая идея, ведущая нас к телесной осознанности, простая, и мы ее все знаем. У каждого из нас есть тело. У меня большая просьба, пожалуйста, своими собственными руками, пробейте этот факт. Пожалуйста. Она, тело есть здесь, тело есть здесь, тело есть здесь. Проверьте. У нас у всех есть тело. Некоторые части тела обычно выпадают от внимания, это нормально, какие-то все время в доде нашего внимания. И тело определяет в значительной мере то, как мы проживаем в своей жизни. То, чем я занимаюсь, написано вот этим вот сложным словом embodiment, я использую англоязычную версию этого понятия, потому что не могу найти до сих пор, к сожалению, адекватного русского перевода. Это про то, что мы телесны, тело важно, тело проявляет то, какие мы, и тело предопределяет, как мы думаем, как мы реагируем, как мы вступаем в отношения, как мы оцениваем те или иные события. И в этом смысле, когда мы оказываемся внимательны к нашему телу, ну просто знаем, что оно есть, чувствуем его, мы таким образом получаем возможность выбирать. Не оставаться таким, какой я есть сейчас, или делать что-то другое. Не продолжать думать о чем-то таким же образом, или я могу занять другую позицию. Не продолжать считать это явление или этого человека вредным, или врагов, или опасным. Или я могу посмотреть на это с какой-то другой точки зрения. Мы можем применять метальные конструкции, и, естественно, когда мы работаем через сложную интеллектуальную составляющую, мы получаем тоже доступ к изменениям. Но прелесть тела для меня лично заключается в том, что через тело идет гораздо быстрее и проще. Я умею читать лекции, такие, знаете, как поправим долгой занудой, но мне это самой некомфортно. Я думаю, что те из вас, кто не пришелся вместе со мной оттуда из-под дождя, справляйте, а сидел здесь довольно долго, требует какого-то, не знаю, движения, что ли. Попробуйте немножко поерзнуть сейчас. Смотрите, вы живые, вы двигаетесь. Попробуйте сделать вдох и выдох. Получится. Пока вы живы, это получается. Простой эксперимент. Давайте проверим, насколько телесность на самом деле важна и на что она влияет. Очень простая история. Вы сейчас слушаете меня, смотрите на меня. Некоторые видят меня первый раз, это нормально. Некоторые не понимают, о чем я говорю, это тоже нормально. Я сама иногда не понимаю. Попробуйте сжать кулаки. Просто сжать кулаки. А я буду продолжать говорить о том, что телесность важна, чтобы у каждого из нас есть тело, чтобы телом мы думаем, телом мы решаем, телом мы реагируем. Я не знаю, как это происходит с точки зрения физиологии, что потом мы обретаем про это слова, мысли, идеи, конструкции. Вот сейчас, пока я это говорила, и пока мы держали напряженные кулаки, что вы на самом деле думали про меня? Это вот, что за фигню она несет? Не бойтесь меня обидеться. Скажите. Про себя и про свои ощущения. Про себя и про свои ощущения. То есть вы меня не слушали в этом. Я слушал наоборот. Думал, что вы говорите правильные вещи. Правильные вещи, Джарик. Спасибо вам. Хорошо. Не надо так сильно напрягаться. И попробуйте, насколько возможно, на том, на чем вы сейчас сидите, найти более удобную, такую, может быть, более расслабленную. Может быть, если есть на что откинуться, это вообще идеально. Я снова озвучиваю эту мысль, что все, что мы называем сложным, не всегда сложным является. Это просто реакция нашего тела, которая потом организовывается в мысли, в идее, в сообщении. Я произнесла ту же самую мысль. Поменялось ли что-нибудь в вашем отношении, восприятии этого мысли? Более безразличное. Безразличное, может быть. Ну, пусть будет, да. Стало проще воспринимать вообще это мысль? Потому что напряжение ушло. Ушло напряжение, стало проще воспринимать мысли. Ещё раз. Сложнее. Подможно. Дом, это кажется более весным. Ничего не изменилось. Изменились вы. Изменились вы, как те, кто слышит, видит. Изменились вы, как люди, имеющие какую-то телесность. Мы просто поменяли позу. И эта мысль стала либо сложнее, либо проще, либо ближе, понятнее, либо, наоборот, дальше и непонятнее, непривычнее, непривычнее. Тело есть всегда, и тело всегда реагирует на то, что происходит. Мне очень, я практика. Я в первую очередь практика. Я работаю как коуч, я работаю как терапевт, я работаю с организациями, я работаю с социальными проектами. Я одержима темой телесности движения, потому что это то, что делает людей живыми. Ощущение нашего тела делает нас живыми. А не зомби, да, не роботы. И поэтому мне особенно важно, что есть люди гораздо умнее меня и авторитетнее меня, которые высказывают те же самые мысли. Я могу взять их в цитату и поместить на презентацию. Джордж Лавков, известный филолог, известный сейчас уже нейроученый. Вот эта вот идея о том, что мы не можем думать иначе, каким-то другим образом, чем то, на что способно наше тело, это очень близкая и важная для меня идея. И в этом смысле, если я своим телом могу принять многовариантность, многомерность, сложность, неопределенность, непредсказуемость, запутанность и вот все, что может быть обозначено словом «сложность», если я телом могу это сделать, тогда я смогу это сделать головой. Но если манюр тела говорит, никакую, ну как бы принять сложность, для меня кажется просто невозможным. В этом смысле мы действительно гораздо более телесно обусловлены, чем мы привыкли про себя замечать. Еще одна цитата Дарья Хауприн, может быть, кто-нибудь помнит ее по фильму «Убезвеченный издок», это она там в юности снималась прекрасная. То есть она телесный терапевт, танцор. И каждый раз, вот в любой момент жизни, одновременно в нас присутствует вся наша телесная история. Я повторю то, что говорил на улице. Тело – единственный достоверный свидетель всей нашей жизни. Мы не помним момент рождения, мы можем не помнить детство. Мы не помним, что с нами происходит, когда мы спим. Ну, иногда. Нам можно дать наркоз, и мы опять же не будем помнить. Мы можем напиться, потерять сознание, улететь куда-то. Тело при этом все равно остается, пока мы живы, есть тело. И то, какие вы сейчас, то, как вы сейчас сидите, то, как вы сейчас дышите, то, как вы сейчас на меня смотрите, то, как вы отвлекаетесь, то, как вы записываете что-то – это результат всей предыдущей жизни. Это та телесная история, которая сейчас в вас воплощается. И вопрос лишь в том, прямо сейчас, в сию минуту, вы выбираете продолжать ту же самую историю или попробовать что-то другое. Мы работаем привычки. У кого есть привычки? Вредные. Любые. Но даже вредные. Да, я не знаю, что это значит. Неважно, что вы определяете, как вредного. У нас есть всегда какие-то привычки. Это привычки в действиях, это привычки в мыслях, это привычки нашей телесы. И наверняка у каждого из вас, у меня так точно, есть много ситуаций в жизни, когда мы точно знаем, как делать правильно или что хорошо будет делать в данной ситуации. Ну, например, я сейчас, я прошу прощения, если я кого-то сейчас задержу этой фразой. Мы вообще-то знаем, что на другого человека орать нельзя. На ребенка орать нельзя. Ну, как-то лучше, как надо. Но, тем не менее, время от времени мы это делаем. Или мы, например, знаем. Я сейчас буду прям показывать. Извините за упрощение. Мы, например, знаем, что, вообще говоря, нужно следить за здоровьем. И, например, что правильно делать. Раз в полгода посещать автоматолога. И я вижу эти лица. Мы это знаем, мы этого не делаем. Не потому, что мы плохие, не потому, что мы глупые, не потому, что мы недостаточно осознанных. Мы этого не делаем, потому что наша телесная реакция на мысль о том, что нужно пойти к автоматологу, не делает эту ситуацию сложной. И каждый раз, когда мы оказываемся в этой точке, когда мы сталкиваемся со сложной идеей, или сложной ситуацией, или сложным человеком, наше тело выдает привычную для нас реакцию. Есть ли здесь люди, которые не любят решать сложные интеллектуальные задачи? Я уверена, что есть. Вот, разговаривать логику, пересобрать, понять, что имелось в виду. Может быть, сложная математическая задача. Да? И это некоторая привычка, это некоторая наработанность. Это то, что мы научились. Мы научились это делать. У нас это отлично получается. Это может доставлять нам удовольствие, это может приносить нам пользу, профессиональную, личную, какую угодно. Это классно. Наши привычки – это классно. Наши интеллектуальные привычки и наши телесные привычки. То, как мы совершаем простые бытовые действия. Да, вот как я размахиваю руками, или как вы сейчас сидите. Как ваш почерк. Это простые телесные действия, которые нам помогают. Это очень важно, что они у нас есть, такие, какие они есть, потому что именно благодаря им мы все дожили до этого дня. Буквально. Наши привычки, наши телесные реакции сходятся по большому счету, я сейчас очень сильно упрощу, к одной простой задачи. У организма есть одна задача. Вроде полтора. Значит, первая и главная задача целых – выжить. Что бы это ни значило. И наше тело – это, как скажем, первый редут, который защищает нас. И то, что мы сегодня здесь, говорит о том, что все наши привычки, все наши паттерны, все наши телесные реакции нас спасли. И мы видели. Есть еще ползадачи. Задача целых тела, что если много тут дастся выжить, то потом еще неплохо бы размножиться. Но это так уже опционально. В этом уже есть некоторые выборы. А вот выжить – это самое главное. И, соответственно, то, как мы реагируем на самые разные сложные ситуации, на столкновения с любой сложностью – это результат нашего умения, нашей телесной привычки, нашего телесного паттерна реагирования. Кто-то видит сложную задачу и говорит – вау, вау, сложная задача, я сейчас буду ее решать. Так классно, я так это люблю. Есть такие люди? Да? Вот, отлично. Да? Что бы ни было, что бы ни поднималось под словом «сложно». Да? Есть люди, которые говорят «сложно… вот давайте без сложности, вот это вот, а можно попроще, на пальцах, за пять минут мне как-то читать». Да? И это тоже некоторая реакция, другая телесная реакция. И в этом смысле я сейчас чуть побольше, может, расскажу про телесные реакции. Это важный момент. Мы в подходе говорим о том, что… мы не делаем ничего сложного, да? Мы говорим о том, что у людей есть тело, что тело важно, что через тело мы проявляемся, через тело мы живем телом, да? И думаем тело. И, соответственно, что, ну, как бы, на тело, на телесность мы смотрим с разных уровней. Есть уровень базы. Мы все живые люди. Мы все принадлежим к одному биологическому виду. И в этом смысле, вот на этом базовом, педиологическом уровне, мы все плюс-минус лапки одинаковые. И все, например, наши стрессовые реакции плюс-минус лапки одинаковые. Выбор в общем небольшой, всего пять базовых стрессовых реакций на сегодняшний день выделено. И мы все им в той или иной степени подвержены. У тела есть уровень культурный. Вот кто не москвичный? А кто здесь родился и выросли, и живет очень давно? Вот если вы посмотрите, если мы сейчас посмотрим друг на друга, мы обнаружим, что мы по-разному телесно организовываем. Я завтра буду на живых городах, про культурную городскую телесность разгадываю. Но вот люди в Москве, я сейчас бросил статус, туда, и люди в Питере, двигаются по-разному. Мы можем это интерпретировать, мы можем говорить о том, почему москвичи не видят никого и ничего, кроме вот этим вот местным видеть точку, в которую он движется, да, или почему люди в Питере как будто опираются на историю. Мы можем искать культурные смыслы, индивидуальные смыслы, но это правда, есть культурный слой. И, как бы это сказать, пацана из одного района, вы отличите от пацана из другого района? Просто потому, как он выглядит, просто потому, как он движется, просто по-гонку выводится. Есть слой индивидуальной истории, и в этом смысле то, чем мы все отличаемся. И есть слой, и есть слой контекста. Да, и на свежем воздухе или в душном помещении мы чувствуем себя по-разному, реагируем по-разному. Очень про-раздновение. Но я сейчас хочу вот про этот самый базовый. Стрессовые реакции. Они у нас очень есть. Это ганцелье, теория стресса. Я думаю, вы все это прекрасно знаете, что такое стресс и как вы реагируете. Как вы реагируете на стресс? У нас у всех есть свои предпочтения. Физические. Физические. Что с вами происходит? Это действие. Да, а вот до того, как вы решили поместь. Напрягает. А еще? Сердцебиение. Сердцебиение может учащаться. Лицо краснеет. У некоторых краснеет лицо, верно? Партии. Партии. Мозг может отключаться. Кто-то, наоборот, замедляется, кто-то замирает, кто-то застывает, кто-то, наоборот, начинает искать какой-то способ действовать. Все отлично. Все. Сейчас. Да? Это очень просто. И я, опять же, думаю, что вы прекрасно это все знаете. Просто у каждого из нас есть какая-то своя конфигурация. Там кто-то предпочитает застывать, кто-то с разбой кидается, кто-то делает... Там такая реакция схлопывания, флоп. Кто-то делает... кто-то говорит, возьмите мне на ручки. Это нормальная реакция на сложность. Совершенно нормальная реакция. И мы в течение жизни научились каким-то образом реагировать. У нас есть свои любимые предпочтения. Кто-то про себя знает, что он скорее чуть-чуть злится, кто-то убегает, кто-то заспевает, кто-то схлопывается, а кто-то начинает хотеть на ручки. Это нормально. Прикол заключается в том, что мы, обращая внимание на свои телесные реакции, и в этом смысле проявляя свою телесную особенность, мы можем выбирать, я дальше в этой ситуации продолжаю так реагировать. Ну, например, если я... Мне свойственна реакция замирания, и она такая напряженная, и вот как будто застывает. Да, вот как же на локом состыла, вот мы так же стрессовой реакцией приз, замираем. И может быть, это полезно, потому что, может быть, мимо идет человек с ножом, который хочет меня убить. И тогда, если я вот так вот замру за углом, я выживу. Может быть, реакция файта, когда много гнева, много движения вперед, напряжения сжимаются к пулаке, и возникает вербальная реакция. Может быть, это именно то, что сейчас спасет вашу семью. В этом смысле здесь нету хорошего и плохого. Все зависит исключительно от контекста. И если у нас есть привычка, если мы за собой знаем, что мы в течение жизни научились таким образом реагировать на всякую сложную, опасную, непонятную, дурную, какую угодно непредвиденную, необычную ситуацию, то тогда мы либо действуем на автомате, либо в этот момент, если я замечаю, что это со мной происходит, что мне, например, хочется убежать, или что мне, например, хочется дать морду, или что я застываю, у меня нет слов. Частая очень реакция в вербальной коммуникации. Тогда в этот момент я могу выбирать, мне продолжать эту реакцию, или я могу что-то изменить, сделать этой реакцией что-то другое. Да, ну вот, собственно, про это я истинно забыл. Почему телесная осознанность важна? Потому что когда я знаю, как я телесно себя ощущаю, когда я внимательна по самым разным своим проявлениям, как я сажусь в этот момент, как я начинаю двигаться в этот момент, как я дышу в этот момент, что происходит с моим взглядом? Он становится таким... Да, или я теряю картинку вокруг себя. Да, если я про это знаю, то я могу это менять. Давайте, и меня. Место? И в этом смысле все практики внимательности, все практики майкл, все традиции медитации, они помогают нам развивать внимание к своему телесному состоянию. Практически все... Я небольшой специалист в этой области, но те практики медитации, с которыми я сталкивалась, они все так или иначе опираются на телесную внимательность. Могут быть медитации дыхания, это могут быть сканирования тела, вот медитация движения. Любая медитация так или иначе опирается на какие-то телесные ощущения. Мы можем это замечать. И через это, соответственно, развивать телесную осознанность, и лучше ощущать и понимать, как я сейчас. Я могу быть внимательна, в том смысле, что что-то происходит, и я смотрю, на что это со мной сейчас произошло? Почему у меня челюсть зажалась? Или почему у меня взгляд потух? Что-то произошло, что вызвало эту реальность. И может быть, это как раз по самой точке сложности. И если я это знаю, если я знаю свой привычный способ действия, или если я знаю, как я сейчас, вот прямо сейчас, тогда я могу что-то принять. Если я чувствую, что я засыпаю, я могу поменять кофе и как-то взбодриться. Да, если я чувствую, что мне не хватает кислорода, я могу пойти на свежий воздух и его кладку. Если я чувствую, что я очень сосредоточен, а ко мне пришел ребенок, который хочет со мной поиграть. Простите, я на бытовой приезжаю. Жизнь для меня, ну, такая довольно простая штука. И это с нами со всеми происходит. то, что мне с собой сделать, как мне поменять свое состояние для того, чтобы сказать, «Вау! Давай, давай поиграем!» Да, это все в наших руках. И в этом смысле, чем внимательнее мы к своей телесности, чем лучше мы понимаем, что из этого моя текущая стрессовая реакция, что из этого, то, чего я научился в течение жизни, что моя культурная реакция. Да, в зависимости от этого мы можем выбирать, как мы будем относиться к тому, что может быть сложным. Мы можем это выбирать. Чтобы сделать это максимально полезно сегодня, сейчас попробуйте вспомнить какую-то ситуацию или какое-то явление. или, может быть, какой-то преномен, какой-то объект, который для вас сложен. Может быть, это человек. Может быть, это, не знаю, люди, которых вы не любите. Может быть, это ужасная погода, а вы не зато. А может быть, в сто тысячи, может, вас лучше. Неважно. Просто представьте, сейчас не могу. И обратите внимание, что происходит с вашим телом. Что вы можете заметить? Это может быть какая-то одна дентаминка. Напрягается. Напрягается. Напрягается дыхание. Дыхание. С дыханием всегда почти что-то происходит. Отлично. У каждого своя эмоция. У меня большая просьба. проверьте, есть ли под вами то, на чем вы сидите, или пол, если вы стоите. Попробуйте придать телу более вертикальное положение. Что бы это для вас не значило? Абсолютно субъективно. Давайте мне медицинскую поменять. Вот просто чуть более. Заметьте, вы дышите. И, опять же, если возможно, если получится, попробуйте внимание как будто немножко расширить на эту комнату. не особенно так разглядывать, да, а просто подумать о том, что есть пространство спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева. Поменялось ли что-нибудь в вашем состоянии сейчас? Дыхание. Более глубокое дыхание. Ну, с предыдущим. Какие-то изменения можно заметить? А сейчас снова подумайте о какой-то сложности, вот о той самой сложности, которую, о которой вы думали пару минут назад. Не меняйте состояние. Под вами есть опора. Вы дышите. Вы вертикальны. У вас есть большое внимание вокруг. Или просто там такое ощущение, расширение. Поменялось ли что-нибудь в вашей оценке, в вашем отношении, в вашей реакции на эту ситуацию? Да. Она перестала быть сложной? Она стала менее сложной? Она стала менее сложной, может быть, самозначенностью. Это очень простой прием. Я просто, ну, я практика, да? Я хочу, чтобы что-то практическое в сегодняшней встрече не было. Дыхание, вертикальность, более расширенное внимание, устойчивость. Это очень простые инструменты регуляции, которые у нас есть с собой практически всегда. Даже в самой сложной ситуации. И если я могу это с собой сделать в любой момент времени, то, может быть, я могу иначе посмотреть на ситуацию, которая кажется мне сложной, или как задачи, которая кажется нерешаемой, или люди, которые кажутся неприятными. И вот этот вот embracing complexity, принятие сложности как факта, как некоторые реальности, становится чуть-чуть легче. Спасибо вам большое. Спасибо.